Я не планировала становиться профессиональным фотографом и зарабатывать на этом деньги. Скорее, это было больше необходимости, желания получить какие-то навыки для самовыражения. А также, честно говоря, просто для того, чтобы самой было приятно, когда смотришь на фотографии, не было невыносимо стыдно, что уж я такое сделала. И поэтому как бы так всё это сложилось вместе. Я не знала, на что я иду. Дима был очень загадочен на первом занятии. Даже это не было занятие, это была знакомительная, скажем так, встреча. И поэтому я совершенно не подозревала, что там будет происходить дальше. И чем это всё вернётся. До этого я ходила на одни курсы, но мне не совсем понравилось тогда, потому что подход был более такой функциональный. И мне не хватало какой-то возможности, ну, более, какого-то, может быть, более свободного подхода к фотографии, а также понимания концептуально. что это такое, почему это происходит. То есть нажимать на кнопку и там выбирать правильную позицию, но это не так сложно научить, сколько как бы хотелось, какого-то более такого, ну, даже не серьёзного, а какого-то разностороннего подхода. Поэтому тогда вот я пошла на эти курсы, как бы, ну, вот я решила попробовать и не пожалела. Ну, вообще всё было неожиданно, начиная от формата. Я, наверное, не буду раскрывать все секреты, пускай это останется тайной. Но очевидно было, что это всё совсем по-другому, чем обычно происходит. И это было очень интересно. В то же время мне нравилась, очень команда нравилась, я познакомилась с чудесными людьми, с которыми было очень комфортно вместе. Тем более такие темы, которые мы там поднимали, и как бы они вызывали какую-то, ну, необходимость какого-то даже интимного влечения, но в плане того, что ты как бы делишься какими-то там переживаниями или мыслями, которые, может быть, не всегда комфортно просто так вот обсуждать. И как бы в нашем мире мы, скажем так, живём довольно, несмотря на все засилия социальных сетей и Инстаграма там и так далее, где кажется, каждый шаг человека каким-то образом документируется, в то же время какое-то истинное переживание или там эмоции, как правило, скрывается, или ты просто не замечаешь и не готов делиться даже так. Но это было интересно, и мы как бы... Ну, мне понравилось, что это было комфортно, скажем так. Хотя выходить из зоны комфорта тоже приходилось. Так что это был такой опыт не просто фотографирования, скажем так, даже в какой-то мере познавания себя и мира вокруг, да, то есть это было интересно. И был делать какие-то некоторые вещи, которые были, наверное, оказались нечто за глупости какие-то. Ну, с другой стороны, ничего, сделал глупости, и потом снова решил, о, прикольно получилось, или там не ожидал, что это именно приведёт к каким-то там мыслям или к решениям, может быть, или к тому, что ты начинаешь замечать что-то по-другому. Курс, он нестандартный. И, наверное, поэтому, насколько я понимаю, что не всегда люди остаются там, потому что, может быть, они не совсем готовы к каким-то экспериментам или к каким-то такой другой работе, чем просто нажимать на кнопку, да, или там, когда мы очень много времени тратили на анализ каких-то работ, обсуждения, разговоры, не столько даже на фотографирование, а вот на общение. Поэтому, ну, вот, как бы особенный такой подход. Я бы сказала, что Дима сам по себе человек тоже творческий, и это таким образом эти уроки и проходили в таком творческом ключе. Наверное, запомнилось вовлечение в процесс созидания, кроме как, ну, фотографирования. То есть это было таким для меня очень интересным опытом, чтобы понять, что ты как бы фотографируешь, но это лишь один из моментов и один из вариантов собственного самовыражения, который не обязательно является конечным, скажем так, конечной целью или конечным результатом. Наверное, самое, что мне запомнилось, как мы ходили в маленьком городке Латвии, в Добелло, было очень холодно, был сильный мороз, и мы ходили с этим, и дождь шел, мне казалось, я уже не помню, в общем, было ужасно, ужасная погода, но Дима говорил, ничего, одели перчаточки, намотали на фотоаппараты мешочки и вперед. И, в общем, мы там ходили, гуляли, замерзли, страшно, но опыт был очень интересный, и фотографии были, мне кажется, замечательные, и для меня они теперь еще более ценные, чем другие фотографии, которые, может быть, были созданы в солнечную погоду, в расслабленном состоянии. То есть, ну, как бы, вот, наверное, такой один из конкретных уже примеров. Я думаю, что много очень, да. Вот, честно говоря, я считаю, что те возможности и тот взгляд на жизнь во многом был определен тем курсом, и, может быть, это, конечно, слишком громко сказано, да, и курс-то, сколько у нас, по-моему, полгода, но возможность, вот как бы, вот, как я говорила в начале каких-то там размышлений, общения и возможность посмотреть на мир и на вещи, и на себя с какой-то другой стороны, то есть, однозначно, это было, ну, таким определяющим моментом. К тому же, честно говоря, я, как вот я говорю, я не собираюсь становиться коммерческим фотографом, но знания эти и умения мне во многом пригождаются, начиная вот от того, что я даже работаю, к примеру, в области рекламы, могу определить, где хорошая фотография, где плохая, или объяснить, почему я так считаю, да. У меня есть больше возможности даже делать, не знаю, во время путешествий хорошие фотографии, да, то есть это тоже, ну, как бы, такой, ну, приятный бонус. Вообще мне, я считаю, что человек должен учиться и продолжать развиваться всю свою жизнь. Так что вот этот вот навык, а также эти знания и умения однозначно очень важны и как практически применимы, так и на самом деле чисто по-человечески, эмоционального какого-то наполнения. Мне кажется, что, опять-таки, это даёт более широкий какой-то взгляд на мир, и это тоже замечательно. Для меня, наверное, фотография в последнее время – это возможность медитации в каком-то мере, потому что тогда ты фокусируешься на том, что ты думаешь, видишь, может быть, как ты это воспринимаешь. И, с другой стороны, иногда это бывает охотой какой-то интересной, то есть ты выходишь и начинаешь пытаться найти какие-то моменты или как бы найти в обычной жизни, которая, как бы, вот она вокруг тебя, что-то такое, что может тебя самого даже удивить, может быть. И это не обязательно что-то сверхъестественное, это может быть какая-то мелочь. Наверное, одна из моих самых удачных фотографий, которой я очень горжусь, я нашла просто повисший листик в углу дома, повис на паутине. И так сложилось, что свет и тени совпали в тот момент, и моё настроение как-то может быть. Я поняла, что, как интересно быть, что в таких мелочах жизнь раскрывается, а мы вот побегаем мимо, часто не замечаем этого. Ну и, как бы, вот, наверное, вот такой вот поиск, может быть, тоже в какой-то мере, поиск, может быть, и себя, может быть, и того, что мы здесь делаем, если уж говорить философски. Да. Я бы пожелала им не бояться ничего. И Дмитрия тоже не бояться. И относиться к этому как к интересной возможности. и однозначно не, наверное, даже, я бы сказала, не ожидать. Ну, лучше открытый лист и пробовать, и экспериментировать, и узнавать, и ощущать, и общаться, и думать. И не думать тоже, может быть, и делать что-то, и идти дальше, и решать, что нравится, и что не нравится. И, может быть, иногда расстраиваться, а иногда радоваться, но, мне кажется, главное не уставать, пробовать и удивляться тому, что можно сделать, и почему фотография именно может быть тем инструментом и новыми возможностями как для себя, так и для своей работы, и для личной жизни, может быть, и для путешествий, или, не знаю, семейных альбомов новых. Так что, вот, наверное, такое у меня пожелание.